Подобная игра же предполагает, прежде всего, действо, лицедейство. Когда я работал педагогом, то у меня тоже была подобная ситуация, на самые первые свои уроки я приходил в обычной накрахмаленной рубахе, при галстуке и отпаренном пиджаке, а потом, в силу нищенской зарплаты учителя, стал позволять себе почти за трапезный вид трещинского ложка. Чего только не писали мне по поводу моего такого внешнего вида мои же ученики. Затем на задних страничках их тетрадок запестрели карикатурки. И тогда я стал просить ребят дарить мне эти карикатурки, и в итоге, повесил у себя в подсобке их добрую дюжину. Как ни странно, это подтянуло меня. На мировые стандарты от кутюра я не вышел, но отныне в учительском прикиде уже не пас крайних. Правда, и сами ученики рисовали карикатуры на мой внешний вид без злобы. В их рисунках было детское сострадание. Дети действительно сострадали тому, что учитель в нашей стране весьма и весьма скромно зарабатывает, и маркеры его судьбы таковы, что и пиджак на нем коим был 10 лет тому назад, таким же и остается. Но только для учителя пиджак не униформа, а актерский мундир творящего у доски лицедея, которого жизнь постепенно превращает в самого захудалого клоуна из давно прогоревшего цирка нашего народного образования. Ну это, конечно, такой себе более социальный аспект. А мне сегодня хочется поговорить о более праздничном, о более красочном и ярком действии, которое могла бы являть в сети украинская молодежь, в этом смысле я патриот, и окрестное детство мне не только более дорого, оно же мне и более понятно. Я прошел через него уже дважды, прежде как школьник-интернатовец, а затем как учитель детей чернобыльского лихолетия. Теперь иду в третий раз, в качестве ненавязчивого сетевого ментора. Вам нравится, вы читаете, не нравится, увольте. Самое время поставить здесь смайлик лол, либо оффлайново улыбнуться. Так что же может привнести в трудягу матушку сеть молодежь со своих мест? Ну, например, информацию про туризм, местный, городской, сельский, и даже селфи-туризм, я и мир в сопричастии. Про любой туризм следует говорить, как о глобальном мировом явлении, где у каждого уголка земли свои особые краски. Та же Днепропетровская область, это скифские и сарматские бабы. Почему только скифские? Потому что мы не разборчивы в красках неосознанного нами прошлого. А ведь по сути до сих пор не собрано ни местных легенд, ни углубленных в историю мифов. Так вот, в Днепропетровске существует единственный в своем роде подиум под стеклом, где каждая находка степи занимает должное место. А ведь огромную часть, прежде необрабатываемой землепашцами степной Украины до XVI века так и называли «дикая степь». А ведь реально степь, это несколько сотен древних народов, которые оставили не только в степи свои особые знаки припинания, но и в наших, увы, пока еще духовно не окрепших душах. Я бы перечислял эти народы и упивался их самобытности, их мифами, их медными и оловянными, бронзовыми и железными котлами. Но оставим эти восторги. Да их ли нам, духовно недозревшим? Сегодня я восхищаюсь сетью. Именно она помогает мне вкапываться в документальные слои исследования этого невостребованного в Украине феномена жизнеботования степных странников, которые так и остались на границе нашего нынешнего мира и не прошли никуда дальше. И поныне о них кто-нибудь да и скажет, их поглотила степь. Не скажут ли завтра и о множестве амбитно-недолугих нынешних молодых, мол, их поглотила сеть, приковав к интернет-зорбингу, о котором мы поговорим как-нибудь при случае дальше. Дорогие читатели, я сегодня хочу развить некие идеи, которые посетили меня в связи с накопленным объемом первичной информации, из общения в сети, общения с миром, информации из новых роликов на YouTube. Мне бы преподавать в ортодоксальной медресе, при одной мысли о сути чуть не вспыхнувшего во мне внезапного информационного взрыва. Потому что мы обычно создаем и ищем прежде всего и только слова, чтобы ими оснащать или определять совершенно новые для нас понятия и процессы.